Друзья мои, от всей души вас приветствую на канале. У меня есть чем с вами поделиться. Единственная одна проблемка. Хочется поделиться уже полным циклом выпуска, а он у меня не готов. Вы видите за мной сейчас потолки, над которыми я сейчас работаю, но они не готовы. Потому что работа совершенно непростая. Работы много. И я принял такое решение. Чтобы вам было не скучно, надо же как-то вас развлечь, я расскажу сегодня про пылесос. Но не просто расскажу, а мы с вами сейчас посмотрим, подиагностируем, что же спустя 2 месяца использования с ним произошло. Для тех, кто этот выпуск видит в первый раз, ребят, этот пылесос я сделал полностью своими руками. Это бочка от солений на 20 литров. Это у нас бак, который называется в простонародье барабан. Ведро строительное, ну и некоторая электроника. Собрал его полностью сам, приваз, показал, как это все сделал. А сейчас интересно, что с ним произошло за это время. Давайте посмотрим. Разберем и заодно скоротаем время в ожидании будущего контента про потолки. Начать я должен, наверное, хотелось бы с мусорной корзины, но, наверное, это будет неправильно. А правильнее будет скинуть голову. Я просто еще ни разу его не чистил вообще. Значит, сейчас выключаем его из розетки. Отстегиваем кабель подачи этого тока, короче. Выдергиваю по трубок выхлопной. Я не знаю, может быть, есть другие способы чистки, но это такой самый быстрый вариант, который я придумал. Расстегиваю хомут основной. Все, голова свободна. Можно ее скидывать. Ух ты, прикипело-то как. Что там вы-то видите, нет? Грязно. Это главный цилиндр мусорный. Йо-конфюрер. Так, ну все понятно. Ладно. Сейчас мы будем его менять. У меня есть запасной. Ничего себе, это вовремя я решился на это дело. Представляю, сколько там в корзину этого бряни всякой. Наверное, неправильное решение было разбирать это в котельной. Потому что у меня котел-то конденсационный, он себя воздух сосет. Не хотелось бы, чтобы он пыль вся всосал. Видите, в чем дело? Первый мешок мы с Женей делали не расстегивающийся. То есть мы его там натягивали прям. Следующий мешок мы уже сделали расстегивающийся. Видите? Вот так. Пыль. Мы знали, что будут проблемы. Потом узнали, когда уже натянули, что нам его когда-то снимать придется. Но решили, что первый раз мы его снимем, а дальше сделаем хорошие мешки. Сейчас мне знаете, что интересно? Насколько вот эта фибра останавливает пыль? Насколько пыль не попадает в мотор? Да что такое-то? Не, ну это, конечно, глупо было сделано. Мы его и натягивали, я помню, через формат А4 бумагу. Конечно, я больше эту тряпку сюда не верну. Просто это кошмар какой-то. Так, вижу, есть проблемка. Смотрите. Какая-то часть проходила через мембрану. Но, кстати, что интересно, сейчас покажу. Внутри бак это чисто. Хотя вон какая-то нитка валяется. Что такое? И вот момент, смотрите. Понятное дело, что самоделка. Понятное дело, что фильтр не соответствует всем нормам, какие там необходимы. Хотя сделан из грамотного материала. Тем не менее, видите, пыль все равно через пакет проходила. Но весь кайф в том, что проходя через пакет, проходя через мотор, она в любом случае попадала в выхлопную трубу и уходила на улицу. Иными словами, когда дома у вас пылесос завивается, через него тоже проходит пыль в дом. Здесь же получается, что эта вся пыль вышла на улицу. Хоть она и есть. Ну, не скрою. Вон, все вы видите. Сейчас разбираю первый раз и при вас. Так, теперь ставим новый мешок. Такой быстрый видос у нас получился. Советую не переключаться. Сейчас ставим новый мешок и проверим, что вот тут у нас в корзине. Ну, конечно, такой мешок ставить одно удовольствие, потому что он сразу увеличенный по-грамотному. Потом-то мы уже знали, как это делать. Вот. Тут пристегнул. Тут развернул. И вот тут пристегнул. Теперь, пока я эту не убираю, я хочу вам показать, как выглядит конструкция пылесоса изнутри. Теперь снимаем корзину. Ну, очень аккуратно, потому что в ней пыли ни разу не чистили. Опа. Фу, сейчас вот это висючки возьму. Смотрите, ребят. Показываю, смотрите. Это все наш код. Фу. Сколько у нас получилось мусора. О, кстати, смотрите, что увидел. Видите, в корзине где-то есть подсос воздуха. Вот место, где резиновая прокладка соединяется, в этом месте он поддувает немножко. То есть, теперь моя задача какая, сейчас взять голову, с головы стряхнуть в корзину. Все, что вот тут. И голову можно ставить на место. Так, ну и сразу, чтобы вам было интересно, в этом выпуске я проверю, вы давно просили об этом, проверю, например, мощь строительного пылесоса и мощь этого пылесоса. Ну, какими-нибудь доступными для меня путями. Если у вас есть мысли и вопросы, вы спрашивайте. И в следующем выпуске я для вас это проведу. Ну, в следующей чистке пылесоса опыты проведем. Все, я выбрасываю сейчас из корзины, приношу ее и изучаем его дальше. Да простят меня мои замечательные зрители. Я больше ничего не придумал, чтобы взять для проверки. Давайте вот возьмем мячик от бильярда под номером 13. Он олицетворяет примерно грамм 500. Потом я взял хетеровское масло по литру. Мед, который в бане используют для натирания. И взял, а, мед полторашка и мед 2,3 килограмма. Сейчас мы возьмем пылесос Макита строительный. Смотрите, это строительный юмор, как ходит Денис. Не может себе позволить купить сланцы. Будем пробовать это на пылесосе Макита строительном, которым я раньше всегда пользовался. И сейчас пользуюсь в строительных тематиках своих. Мощность его, чтобы вам было понятно, 1000 ватт. И расход воздуха 3600 литров в минуту. Не знаю, как вам это поможет, потому что у меня по той турбине вообще данных нет. Но, чтобы вы знали, какой пылесос по мощам. Сейчас я буду пробовать поднимать. Вот шарик я взял бильярдный на 13. Масло. На всякий случай взял мед. Но, я думаю, до него даже не дойдет. Пробуем. Пробуем. Шарик без проблем. Справился на ура. Пробуем масло. Давай, хотя бы попробуем поставить его. Ну, к меду даже прикасаться нет смысла. Ну, на всякий случай рискну. Ну, а здесь вообще смысла нет. Все. Макита в угол. Сын несет пылесос, чтобы вы понимали. Мне интересно, если бы сын не устроительный, наверное, ему было бы тяжело. Вот в таком виде выглядит человек, идущий с пылесосом по этажам. Так, мы отключаем вот эту штукенцию. Вот эту сейчас мы выдергиваем. Сын, мне от тебя, знаешь, что надо? Чтобы ты воткнулся в пневмагистраль. Когда я скажу? Покажи пока наглядно нашим зрителям как это делается. Давай. Вот так. Все, пылесос заработал. Пока выдерни. Беру магистраль, которая, между прочим, сейчас составляет 15 метров точно есть в шланге. Это к теме разрежения. Первый будет шарик. Дальше идет масло. Ну, справился, я считаю. Идет второе масло. Справился. Идет мед. Ну, я в это не верю, конечно. Сын мой оператор. Теперь пробуем мед. А, у меня еще это было не закрыто. Ну, давай. С медом он не справился, но масло поднял вообще без проблем. Что мы из этого можем сказать? Что мощность заметна. В отличие от Макиты, он хотя бы масло поднял вообще без каких-то либо проблем. Так. И мед даже пытался поднять, но с алтайским медом справиться тяжело. 1,6 банка. Короче, килограмм он на себе держал. Я не знаю, что это за опыт. И не знаю, как они вам помогут в жизни. Но к мысли о том, что турбина мощная, наверное, уже претензий быть не может. Еще раз говорю, если кому-то интересно, как мы устроили этот пылесос, вот по ссылочкам под видео или... Ну, короче, на канале они есть. Все видосы. И на Дзене у нас, и ВКонтакте, и здесь на Ютубе. Я надеюсь, вам это было интересно. Во всяком случае, мне было полезно. Я как минимум поменял мешок. Подготовил пылесос на дальнейшую работу и эксплуатацию. Надеюсь, у вас немножко развлек. Друзья, я пошел делать дальше потолки. Не знаю, когда выйдет видос, но стараюсь побыстрее. Потому что самому охота для вас показать что-нибудь интересное. Все, рад был вас видеть. Давайте, пока, пока. Ну, а теперь о грустном. Захожу в котельную и вижу клочки пластмассы. Когда я на полной мощи его устанавливал, он даванул бак на себя. И вот в этих местах просто отломил концевики у меня. Здесь нет, а вот тут, вот тут, и вот тут он это сделал. Ай, блин, теперь бочка под замену. Ну, блин. Вон, видите, все разлетелось. Выявляем, что выявляем. О, она же сюда прилетела. Выявляем про плохие моменты сложные. Жалко, конечно. Очень жалко. Видите, она в эту сторону даванула на себя. И вот сдернула. Сдернула. А, сейчас что-нибудь придумаю.